28 сентября 1970 года президент Египта Гамаль Абдель Насар скоропостижно скончался. Его смерть стала для страны национальной трагедией. Среди египтян были зафиксированы даже случаи суицида. Президентом Египта стал бывший премьер-министр Анвар Саддат. С Насаром они были знакомы еще с конца 30-х. Вместе создавали организацию свободные офицеры, вместе участвовали в революции, вместе планировали боевые действия с Израилем. Но все же некоторые отличия между старыми приятелями были. И вскоре в Кремле их почувствовали. На защиту дела свободы. Время безоговорочной дружбы Египта с СССР ушло в прошлое. Начался период сложных политических интриг и двойной игры. В распоряжение советской разведки попала информация о том, что Саддат ведет секретные переговоры с США. Новый лидер Египта, пришедший на место харизматика Насара, нуждался в укреплении своего имиджа внутри страны. Путь к сердцу электората был только один – новая война с Израилем и освобождение Синайского полуострова. В июле 1972 года Саддат принял решение выдворить из страны всех советских военных специалистов. 15 тысяч инструкторов недоумевали. Впрочем, как и их египетские ученики. По одной из версий, Демарш Саддата был результатом сделки с американцами. Возможно, Вашингтон намекнул президенту Египта, что США не будет препятствовать началу маленькой победоносной войны с Израилем. Соединенные Штаты жаждали отвоевать у своего главного противника, СССР, важнейший плацдарм на Ближнем Востоке. Вашингтон начал двойную игру. Даже в ущерб интересов стратегического союзника – Израиля. Перед вылетом домой советские зенитчики не услышали слов благодарности за то, что они рисковали жизнью, защищая небо Египта. После ухода советских военных сдерживающий фактор был ликвидирован. Подготовка к войне началась полным ходом. 4 октября 1973 года. Руководители Египта и Сирии назначили дату и время начала боевых действий. Решение принималось в обстановке строжайшей секретности. Однако советская разведка сработала четко и оперативно. Получив эту информацию, министр иностранных дел СССР Громыко воскликнул. Вот, не послушались нас, лезут. Израильское правительство также получило тревожные вести от своей разведки. Египтяне стягивают военные части границы. Сирийцы перебросили на подступы к голландским высотам несколько подразделений с иорданской границы. Семьи советских дипломатов спешно покидают Каир. Однако министр обороны Израиля Маше Даян продолжал считать, что война маловероятна. Накануне праздника Йом-Кипур многие члены правительства разъехались по домам. 6 октября в 4 часа утра военная разведка Израиля получила от своего источника срочную шифровку. Атака запланирована сегодня, в 18.00. Руководство страны собралось на экстренное совещание. Министр обороны выступил против всеобщей мобилизации. Он считал, что для отражения агрессии достаточно военно-воздушных сил. 12.00. Израильские летчики заняли места в кабинах, самолеты были вооружены и готовы к вылету. Пилоты ждали приказ о нанесении очередного превентивного удара. Однако премьер-министр Голдемейр отклонила этот план. Если Израиль ударит первым, его снова обвинят в агрессии. Затянувшиеся заседания прервали сирены воздушной тревоги. Надежный источник израильской разведки немного ошибся. Война началась не в 6 вечера, а на 4 часа раньше. 6 октября, 14 часов. Египетская авиация нанесла первые удары по позициям израильских войск на восточном берегу Суэцкого канала. Артиллерия открыла навесной огонь по минным полям и заграждениям из колючей проволоки. Отряды египетского спецназа форсировали канал на резиновых лодках и сходу штурмовали якобы неприступную линию Бар-Лева, созданную Израилем 3 года назад. Первая штурмовая группа имела задачу захватить плацдарм на территории противника и закрепиться, обеспечив подход основных сил. Навстречу египтянам выдвинулись израильские танки. Они были уничтожены в считанные минуты. Каждый третий боец штурмовой группы имел при себе устройство ПТУР или гранатомет. Египетский генштаб смог в точности спрогнозировать действия противника. Вторая штурмовая волна была более многочисленной. В этот раз насыпные валы преодолели с помощью мощных водометов. Первый железобетонный бункер укрепрайона был захвачен всего через час после начала операции. На линии Бар-Лева в этот день находилось менее 500 израильских солдат. Все остальные отмечали Йом-Кипур. Египетские инженеры начали сооружать понтонные мосты. Через канал переправились танки. К утру следующего дня на Синайском полуострове их было уже около тысячи. Израильские ВВС, на которые так рассчитывал Маше Даян, попытались уничтожить переправу. Однако в этот раз советские ракеты класса «Земля-воздух» не позволяли самолетам со звездами Давида доминировать над местом боевых действий. Успех операции превзошел все ожидания египетского командования. Допускалась 30-ти процентная потеря от числа участников штурма, то есть более 15-ти тысяч человек. Реальные потери армии Египта 280 человек убитыми. Египетские войска за считанные часы продвинулись на 15 километров вглубь Синайского полуострова и вдруг остановились. Военные считали, что египтяне не решались выходить за пределы своеобразного воздушного зонта системы ПВО. 8 октября израильская армия предприняла попытку контрнаступления. Командующий Южным фронтом Шмуэль Гонин занимал свою должность всего три месяца. Боевого опыта ему не хватало. Двинув танки против пехоты, он допустил ошибку. Египтяне легко уничтожали машины противника из укрытий с помощью противотанковых ракет. За первые три дня войны в Синайской пустыне Израиль потерял более 500 танков. В то же время на севере наступали вооруженные силы Сирии. На голландские высоты израильский танкист Цвика Грингольд добирался автостопом. Попав к вечеру 6 октября в штаб своей бригады, он сразу понял, дела идут крайне плохо. Противник вводил в бой все новые и новые части, в то время как силы оборонявшихся были уже на исходе. В 9 вечера Цвика отправился на первое в своей жизни боевое задание. Его назначили командиром звена из двух центурионов, уцелевших в предыдущей схватке. Экипажи этих машин были сборными. Координации действий пришлось учиться в бою. После первого же столкновения с авангардом противника танк Цвики вышел из строя. Он пересел во второй. Спустя полтора часа в поле зрения показалась колонна бронетехники противника. Цвика насчитал в ней 30 танков. Необстрелянный лейтенант без раздумий принял бой. Центурион не был оснащен приборами ночного видения. Для поражения цели надо было приблизиться к противнику почти вплотную. Машина Грингольда внезапно выныривала из-за холма перед самым носом у сирийского танка, уничтожала его и снова терялась во тьме. Грингольд успешно повторил этот маневр несколько раз. Сирийцы так и не поняли, что они ведут бой всего с одним танком и отступили. Около часа ночи подошло подкрепление. Однако отряд, в который влился Центурион Цвики, вскоре попал под огонь противника. Грингольду чудом удалось выбраться из горящего танка. Танковое сражение длилось всю ночь. Генерал армии Израиля Рафаэль Эйтан В эту ночь судьба государства висела на волоске. Сирия начала наступление одновременно с Египтом. После бомбардировок и массированного артобстрела из 600 орудий в бой двинулась бронетехника. Сирийцы бросили на прорыв фронта более тысячи танков. Израиль смог противопоставить им лишь 180. Сирийские Т-62 уверенно продвигались к стратегически важным пунктам. Прорвав в ночные часы оборону на голландских высотах, уже к утру танковые части могли победным маршем войти в Тель-Авив. Но сирийцам так и не удалось прорвать оборону. После двух дней жесточайших боев они были вынуждены остановить наступление. Этот успех Израиля был достигнут дорогой ценой. Седьмая бронетанковая бригада Цахал потеряла 90% офицерского состава. Из 105 ее танков боеспособными остались только семь. Редактор субтитров